Всем доброго времени суток. Сегодня я молол сахарную пудру. Буду делать пчелам канди. Смолол я 2 килограмма сахара, потом начал делать немного редкое. У нас вышла консистенция, так я решил еще добавить сахара. Добавил к 2 килограммам я еще полкилограмма в пачке, половину пудры сделал. Вышло 2,5 килограмма сахарной пудры у нас. Потом добавил на все это дело полкилограмма меда и стакан воды. Но все-таки, наверное, с водой немного перебрал. Я кружкой отмирал. Наверное, не 250 миллилитров вышло, а все-таки где-то, может, 300, даже больше. Потому и вышло такое редкое. Ну, так, что рассказать. Готовлю я канди первый раз, так что, может, что неправильно. Развел я в воде лекарства для профилактики назематоза, а также и гнельцовых. Лекарство называется Окси-Тетравед 500. Вот способ применения здесь расписанный его. Для животных применяется. Хороший, на полкилограмма меда и 300 миллилитров воды я добавил 12 грамм этого порошка. В общей сложности, что я расскажу о козелах, воду нагрел до теплого состояния. Потом добавил туда 12 грамм порошка, Окси-Тетравед 500. Добавил порошка, все хорошо перемешал. Потом ту воду вылил в миске полкилограмма жидковатого меда, но уже севшего. Также хорошо перемешал до однородной консистенции. И вылил те 300 миллилитров воды с лекарством и мед, что замутил полкилограмма. Вылил 2 килограмма сахарной пудры, которую я перед этим смолол. Хорошо так вымешал, но вышло редковато у нас. И вот я пришел, добавил еще полкилограмма пудры. Уже вот получается погуще все это дело у нас. Напомню, что готовлю я канди первый раз. Хотя пчел уже держу, наверное, годов 20. Но никогда не подкармливал лесной. И за все эти 20 лет от голода пропала всего лишь одна семья. И то она расплод растить начала. Ну не считаю, то и год, что пропала семья. Там какая-то болезнь, наверное, была, потому что корма были. И вот сегодня тоже по лес пропала семья. Тоже корм был, а пчел не было. Там все с осени, скорее всего, где-то. Или их грабили, и они перебились. Или, что растили расплод, так сносились пчелы, да. Мало осталось. Ну вот у нас уже такое получается густое тесто. Думаю, все-таки придется еще сюда добавить немного пудры сахарной. То, что редковатое, как пишут, Канди должна быть такая, чтобы слепил шарики, и он не расплывался на плоской поверхности на столе. Но я думаю, это вот тесто, что у меня вышло, расплывется. Так что сюда сейчас еще добавим мы дополнительно этого. пудры сахарной. Не знаю, сколько, но немного. Сейчас. Павел, наша камера задел. Сейчас я сделаю еще немного пудры. По-быстрим. Думаю, последнюю уже порцию. Опа. Я много переборщил. Итого. Думаю, наверное, 3 килограмма даже сахара пойдет. А не 2,5. Это 3,5. Можно было лекарства немного больше добавить. Уже не будем так. Сейчас я закрываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас еще немного домолим. То, что есть сахар крупный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 пудра наша перемолота уже это довольно такая густая думаю может лишнее не будет сейчас посмотрим можем и не будем добавлять к рукам липнет также еще я добавил где-то пол столовой ложки этой оливы растительного масла на всю эту массу масло не знаю для чего добавляют такой рецепт я вычитывал но скорее всего что что по вымешивание к рукам не липло руками я не буду вымешивать то что за камеру липкими руками браться неохота добавлять всю пудру не будем оставшись что я смогу а по чуть-чуть то была редкая станет густое так что по чуть-чуть добавим и что у нас получится посмотрим будет редкая добавим еще скорее все надо сделать чтоб такая была вот полу редкая комками тогда можно будет уже и руками вымешивать уже ложка довольно вязкая такая вот видно густое тесто вышло думаю если оставшись добавить но совсем густое так как есть комки они разобьются и выйдя наверно по консистенции уже так положено не знаю можно не руками вымешивать так как у густую положить пакеты потом пакеты проколю дырочки мелкой иголкой положу на потолочили отверстие для прикормки думаю можно немного что добавить все таки что добавим немного пудры это а так чувствую себя она и пойдет у нас конечно сироп попроще было поставить только что на улице тепло могут пчелы полезть на вылет так как все вокруг снег лежите всего лишь 4 3 тепла где-то так то они пропадут так что будем ставить такую смесь густую вот после добавления этого так уже хорошо получается посмотрим если его вымесить все таки всю высыплю то получится у нас сколько там осталось глянем что это наверное грамм 200 сахара осталось это получается у нас 3 2 800 сахара полкилограмма меда 300 миллилитров воды пол ложки столовой растительного масла и также препарат оксиде траве 500 для профилактики назематоза и гнильцовых заболеваний вместе взятых то что непонятно что за весна еще будет надо прикормить если сейчас 20 сморозу ляснет конечно не очень те годы уже в конце февраля начали марта облетывались пчелы сейчас они будут испытывать 20 градусный мороз да если бы он был постоянный а то туда-сюда скачет а температура то плюс 5 минус 20 через два дня того они пропадают пчелы от таких перепадов добавляя наверно все таки оставшуюся пудру уже на улице пасмурно стало скоро темно наверно будет по времени не знаю сколько сейчас там телефона нету с собой время глянусь уже мои около пяти часов будет как раз вот сейчас покуда вымешу раз фасу и по пакетикам не знаю на сколько здесь семей будет наверное 7 и на 4 разделю всю эту массу это общей сложности если взять 300 грамм воды я беру миллилитры за грамм 300 грамм воды и 2 800 сахара но будем брать грубо 3 килограмма три с половиной килограмма где-то должно здесь ввести общей смеси это и эти три с половиной килограмма мы разделим на 4 семьи поставим тем что уже сидят верхних летках и слизывают конденсат следков вот такая уже вышла вот густая у нас каша вернее не каша тесто такое густое если я еще помешу хорошо где-то так минут 20 чтобы комков не было и однородно ушло думаю будет такое нормальное уже по улью не разбежится особо с пакета для будут прогрызать добиться выплывать так заберу пчел там много так что было не в доме где загадите мне зале ее не нравится если у вас есть у нас это году кстати он не использует дырка уже всего лишь пора с несколько которыми вы могли заказывать а еще если если на потолочной выделить дела то отверстие не очень большое томира сантиметр опять на 3-всеразер отверстия будут брать пленку наши канди посмотрю понравится буду делать каждый год от технологию отработаю немного приготовления то так уже первый раз так что приходится добавлять отбавлять сделаю вот поставлю лишь бы пчелы перезимовали весну эту нашу выдержали то что и осень теплая была и зима непонятно что с погодой думаю на этом будем заканчивать все что мог я рассказал что я думаю что творится с пчелами в эти годы будем хорошо вымешивать и если получится покажу как буду ложить конечно неудобно будет то что отверстие потолочное сплошное прикрытие два там отверстия в потолке приходится эту потолочную убирать пчелы у меня диковатые немного они только открываешь сразу вылетают толпой зима не зима на улице вылетает так они надо будет аккуратно все сдвинуть дело так чтобы одновременно прикрыть два отверстия потом положительных пакет и сдвинуть прикрытие чтобы уже доступ был пакету пчелам вот такая у нас чистяшко вышло такое тесто думаю что минут 20 помешу то будет хорошо такое вот однородного стоя ну шарики скатывает наверно не выйдет лишь бы гулей не потекло всем спасибо за просмотр кому была информация интересная и полезная ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи хорошей зимовки пчелам до свидания